Четыре вечера в Хабаровске будет звучать музыка одного композитора. Марафон Иоганна Сабрамса открыл календарный год в концертном зале Краевой филармонии. Исполнение в таком масштабе произведений немецкого композитора обещает стать одним из самых ярких событий симфонического сезона. На открытии музыкального марафона побывала наша съемочная группа. Короткая репетиция перед открытием первого в этом году марафона. Имя Иоганна Сабрамса в десятке лучших композиторов в мире. Но на хабаровской сцене в таком масштабе он исполняется впервые. Четыре концерта, четыре симфонии, а еще произведения других мастеров, вдохновленных Брамсом. Музыка этого композитора и сегодня звучит современно. При этом трудно поверить, но современники считали Брамса старомодным. Он творил в жанрах консервативных, в жанрах 18 века. Его современники Вагнер и Лист сочиняли одночасные симфонические поэмы. Они не творили в жанре симфонии, они считали, что симфония – это жанр, который исчерпал себя. Первую симфонию Брамса называли «Десятой симфонией Бетховена». Об этом рассказал главный дирижер Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шниткин. Он сам учился и некоторое время жил в Германии. И уверен, что Брамс, как настоящий гений, создавал музыку, близкую и понятную каждому. Брамс ведь не пишет каким-то таким очень сложным языком. Это, мне кажется, большое заблуждение считать, что музыка Брамса какая-то сложная, например, для неподготовленного, например, слушателя. За месяц марафона в филармонии прозвучат все четыре симфонии Брамса. Композитор работал в разных жанрах и создал более 80 произведений, но именно симфонии считал вершиной собственного таланта. Для более глубокого погружения в тему концерты сопровождают рассказы о жизни и творчестве мастера. Анастасия Магнус, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Анастасия Магнус, Константин Пестерев.